добрый день еще раз с вами снова я марина морлок не знаю как меня видно как меня вообще как как я чиф ли я чиф как вы помните там в этом про каких-то птичек что-то там были какие-то рассказы про птичек чиф ли я чиф с вами марина морл в общем сейчас у меня будет мукбэнк мукбэнк это трансляция приема пищи так что если вы на диете если не знаю еще на чем-то и для вас мукбэнк не прием как раз 12 часов уже почти я вам сразу предупреждаю что мукбэнк мукбанк это трансляция приемы пищи у меня сегодня такая пища это горошек зеленый печень трески у меня сегодня готовить мне не хотелось я вчера купила зелень и думала суп сварить или салат сделать значит нифига и не сделала почему у меня тут получилось печень трески горошек и зелень так вот уже вообще очень люблю печень трески кот ее тоже очень любит но он хрен что получит ее часто подделывают и продают вместо нее печень ментая которая по вкусовым качествам гораздо хуже даже никакого масла сюда не добавляю потому что печень трески так было в масле она и так масляная раньше все иногда я покупал последнее время я часто стала ну как последние несколько лет назад мне очень часто стал попадаться печень ментая вместо печени трески и виду того что очень подорожала я от нее отказалась я решила так молодость вспомнить я люблю еще зеленый горошек хотят него бомбит поэтому перед работой стараюсь не есть давайте-ка я комментарии почитаем сейчас будет ответы на комментарии у меня идет реклама на канале что очень прекрасно в общем люди неоднозначно очень отреагировали на мою стрижку под мартышку под зайчишку многим моя стрижка очень не понравилась написали стрижку что сказать кудре нет стрижки лоб надо спрятать под волосы ремонт это пипец дело куго ремонт это заброшка лучше чем мы видели вчера этого про квартиру заброшка вот дальше мне пишет по поводу стрижки марин если хочешь правду то сексуальность пропала обрубленная метелка и лоб сразу стал большим как дно металлического таза а почему металлического таза почему не пластмассового не целой но не эмалированного а именно металлического таза я вообще честно сказать вот это вот не понимаю одно время леди гага такая певица в 2010 году ввела моду на густую чоку и все 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 кто мог стали себе ну многие особенно вот в сельской местности это стало популярно стали делать все челки до бровей и закрывать лоб и все и вот с тех пор пошла вот эта мода на челки мода закрывать лоб но мне кажется это уже несколько устаревший тренд на челки нет тут надо все смотреть исходя из лица то есть многим людям челки действительно идут особенно вот если лицо такое как у леди гаги то есть само по себе узкое вытянутое лицо и длинный нос то как правило таким людям идет челка вот но вообще вообще я вот смотрела канал торвальд там такой вот мужчина он высказывался по поводу челок что челка скорее подходит очень молодым девушкам то есть это скорее такой девичий атрибут челка девочкам девушкам девочкам часто еще идут распущенные волосы с челкой и с ободком вот или просто челки а вот у взрослых женщин челка как бы вот я вот именно это слышал у торвальда что челка с как бы она как такое забрала выступает и она как бы служит ограничителем для контактов то есть типа человек вот жизнь но женщина все время свои глаза может вот просто наклонить голову и у нее эта челка как забрала упадет на глаза и она как бы глаза спрячет то есть считается что вот именно густые такие длинные челки любят какие-то ну закомплексованные женщины хотя я с этим не ну не совсем согласна просто все зависит от лица многим людям просто идут челки кому-то идут как кому-то не идут мне челка не идет я просто пыталась делать все челку уже в юноте так как у меня сильно вьющиеся волосы и чем они короче тем сильнее они вьются и когда если делаю челку допустим до бровей она завивается и стоит просто дыбом вверх и вообще челку у меня если мне подстричь челку или вообще в целом волосы они у меня станут похоже на волосы на лапке то есть они будут сильно сильно закручиваться вот и такой просто объем создавать вот если я делаю себе челку мне ее все время нужно как-то вытягивать и распрямлять а если я себе распрямляю волосы то мне этого распрямления хватает максимум на два часа а если сырость то на полчаса или минуту на 40 потом они снова завиваются вот у меня была челка и у меня была постоянно борьба с этой челкой на нее уходили просто килограмма лака мусы геля и приходилось его постоянно вытягивать 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 и просто в какой-то момент меня так сильно это замучила челка я просто стала закалывать потом она благополучно отросла и все больше челки осенненькие а по поводу большого лба у меня такие античные черты лица черты лица как у меня были очень модно и в готическую эпоху и потом позже в эпоху возрождения то есть это длинные прямые носы и высокие лбы да и не очень большие глаза то есть у меня как бы такие классические черты лица меня можно рисовать тем кто уходит классическую живопись изучает я ничего такого плохого в этом не вижу низкие лбы какие-то маленькие мне не очень нравится это как-то не совсем очки кому-то идут кому-то нет это нужно смотреть какое лицо какие волосы и но исходные данные многим идут челки многих это смотрится действительно прикольно забавно красиво но я говорю к сожалению не мой случай поэтому не понимаю зачем высокий лоб надо прятать и высокий лоб это красиво трубы эти для кошачьих домиков меня запарили честно сказать какая обещание руслана сделать кошачий домик и что-либо еще апельсинка пишет жарь волосы я радовалась когда видела их сзади была шикарная гриба да волосы были конечно шикарные но они шикарные были на самом деле шикарными они были на видео то есть в реальности когда волосы становятся длинные они начинают ближе к конца сечься кудрявые волосы x таки экстремально кудрявой они еще и как правило экстремально сухие и очень склонны и к тому что они секутся сильно поэтому длинные кудрявые волосы они как правило ну их сложно очень сохранить они в первознанном виде они начинают сечься у концов это уже как-то не очень красиво получается лоб стал огромный ну он такой был он не стал на самом деле я и раньше очень часто убирала волосы назад просто в хвост и лоб такой был просто я не знаю как то сейчас кто-то сказал большой лоб и все сразу стали это повторять дрем дрем дёрл пишет волосы супер помолодела мне тоже кажется что что стало как-то получше потому что ты тебя говорю борьба за длину волос не знаю кому-то идет конечно нужно смотреть какие волосы например от природы у как правило азиаток хорошие волосы и может идет прям такая большая серьезная длина я говорю на кудрявые волосы они просто становятся чем они длиннее тем более они стеченые становятся вот и все и я говорю там сохранять до последнего стекущиеся длинные волосы это тоже по мне ась волосы секси вы хорошенькая вот в этом черном очень сексуально смотрелись спасибо большое я стараюсь для вас стрижку удачное спасибо блин вкусно надо просто мою люблю я печень крески с горошком это такое сочетание как бы простое и вкусное не надо сколько полезно люсия кровопийца 808 пишет марин привет не могу найти твою электронку куда можно тебе написать спасибо или гром электронку я оставлю под этим видосом ванна выглядит шикарно спасибо ванну еще нужно доделывать на просто я говорю у меня закончились средства даже перед новым годом я купила окна за 83 тысячи а до этого я купила дверь за 30 тысяч а до этого еще линолеум за 20 пришел короче еще по мелочи куча всего потребовалась какая-то посуда чашка у меня разбилась тарелку то какие-то бред посуда коврики и фигов реки какие-то вся вот эта херня и в общем в итоге потянула там всякие эти мочалки средства моющий все это нужно было купить и потянуло это на большую сумму денег я вчера зашла в фикс прайс я покажу вам попозже покупки из фикс прайса и потратилась на тысячу рублей короче говоря все это вместе получилось так что он очень много денег было потрачено и очень мало осталось а фактически у меня денег остается теперь только на еду на такую не очень так богатую я просто смотрю ну что я снимаю все ли у меня нормально могу ли я снимать дальше в общем денег у меня остается только на еду и все собственно потому что в связи с праздниками на последний кусочек печеночки вообще я печень не люблю но вот печень трески она прям такая нежная как пашкет нож вкусней как рыбный крем можно сказать печень трески напишет когда я покажу секс секс нельзя показывать сразу за баня так стиралочка ванна приятнее смотрится но гораздо стиралочка будет не знаю стиралку так и не подключили ее поставили но не подключили какой-то не хватило в этот раз какой-то там какого-то ключа особого разводного и не смогли подключить стиралку весна нежная пишет прическа понравилось спасибо большое мне тоже кажется получше стало марина почему вы с дядей русланом расстались потому что такие отношения которые сложились уже многие годы 7 лет я понимаю что они без перспектив что у меня есть риск состариться состариться и ничего не увидеть мне сегодня должны кресло привести я вообще конечно переживаю очень сильно смогу ли я это кресло сама дотащить к себе на этаж или мне нужно будет еще доплачивать за подъем а еще я переживаю кресло кожаное хоть и китайское но красивое я даже боюсь его собирать я сижу на каких-то табуретках кухонных от которых осанка портится но кресло я боюсь собирать потому что я боюсь что обдерет котова так с Русланом расстаемся потому что отношения стали совсем ну мне стало очевидно что они к сожалению отношения с дядей Русланом они выгодны Руслану но очень невыгодны мне как бы ужасно не звучало сейчас посыпятся всякие обвинения в том что я меркантильная но действительно так получается что он ко мне приезжает только на выходных вот он приехал что-то там поделал там чисто символически он там что-то поводил там кисточкой по стене или стену ободрал или выбросил мусор строительный он конечно помогает я не спорю он помогает он хороший парень но это не те отношения которые нужны уже взрослой женщине мне будет 35 лет я буду взрослая женщина я уже взрослая женщина но уже такая уже не какая-нибудь молоденькая девушка у которой еще все впереди а уже взрослая женщина мне хотелось бы более серьезных более устоявшихся отношений мне хотелось бы человеком как бы ну больше времени приводить вместе и больше внимания с его стороны мне бы хотелось потому что я сейчас вот ехала недавно в электричке и старалась вспомнить все хорошее что у нас было в отношениях с Русланом я понимаю что ничего такого хорошего особо-то и нет ну то есть почему нет было много хорошего секс был хороший но вот какой-то эмоциональной близости мне явно с ним не хватало мы с ним практически не гуляли никуда не ходили вот мы либо у меня встречались либо у него на даче каких-то совместных занятий таких каких-то чтобы это мне было тоже интересно у нас было очень мало то есть у нас ну к сожалению не получилось построить эмоциональную именно близость к большому сожалению ну это проблема частая в отношениях что просто нет эмоциональной близости интимное есть а эмоциональной нету и работать над этим должны оба партнера потому что если один человек хочет эмоциональной близости больше хочет времени проводить вместе а второй человек не хочет второго все устраивает он там стремится куда-то на работу на дачу то есть то тут к сожалению ничего не поделаешь пишут плитку докупить на всю ванную наверно надо было плитку покупать на всю ванную но просто блин финансов нету Светлана Виндичанская твои волосы это богатство и с ними ты была королева больше не стриги только кончики а где-то родилась и жила до буженейрса я родилась и жила в в москве нахер раковину умываться в бане можно можно но не очень удобно правильно секс мисс икс пишет как красиво стало спасибо волосы то есть до прическа на меня также ржачный камень в общем голдер голдракс пишет голдракс посмотрел на переводки на перемотки с чего у фэнов бомбит на колено них умываться и в храм ходить не надо да мне поставили стояк почему-то очень низкий и там нужно очень низко наклоняться чтобы умыться и в храм ходить не надо почему вокруг морлока одни дебилы с таким ремонтом врагов не нужно плитышник мужчина оказался дебилом он может подумал что квартира съемщик не морлока кот кокс ему как раз дотягиваться будет ну к сожалению да я чё-то не на плитка на полу нормально положено на стенах можно было бы и лучше положить но видимо плиточники решили что и так сойдет но вот реально кран установили очень низко и там чтобы действительно чтобы мыть чтобы зуб почистить нужно наклоняться на не поэтому последнее время я чищу зубы умываюсь просто тупо на кухне потому что первых там шаровой смеситель там удобнее это делать и там не сделали полочку на который удобно ставить свои мыльно-рыльные принадлежности вот теперь возникла конечно проблема который меня предупреждал предупреждал подруга что сейчас тебе сделают все через жопу и потом придется переделывать в общем нужно теперь поднимать как-то смеситель то есть нужно покупать специальную специальные приблуды и поднимать смеситель но смеситель и он естественно не останется такой как был в первозданном виде вот он не останется смеситель будет меняться ремонт обосрали башкой надо было думать до плитки выводить трубу под второй смеситель над раковиной один смеситель на ванную раковину это бред и плитка бедным фарточком только вокруг ванны бред амбразурные заплатки шикардос но не ну правда херня полная весь ремонт через жоп это не ремонт 6 в общем движуха поднялась каменных движуха прям свой подход к ремонту вот гитара франсуаза пишет высокий лоб признак инстилект красивый аристократический лоб да я тоже так считаю ну естественно тут же что-то пошли пошли по 8 в комментах началась движуха очень активная но я очень рада конечно что я вообще рада что хоть что-то делается и честно сказать хотя так сильно засирают ремонт я уже рада потому что в принципе в таком виде квартиру случае чего будет проще продать чем в том виде которым она была на момент покупки это был ну совсем уж трешовый трэш по моему даже сейчас это намного лучше вот и я конечно радуюсь мне вообще сантехник который который так вам не понравился кстати сантехник это был такой молодой парень симпатичный на бмв приехал он мне сказал что вообще ремонт такой косметический в квартире по минимуму чтобы потом можно было квартиру более-менее как-то сдать нормально обойдется в 200 тысяч так что нужно мне каким-то образом заработать 200 тыр такие вот дела с вами была марина мурлок наверное уже закончилась снимать закончилась наверное съемка нет еще не закончилась в общем спасибо всем кто меня смотрел я вас целую обнимаю спасибо вам за ваши комментарии за ваши лайкосики подписывайтесь на мой канал не пропускайте моих видосов посмотрите по несколько раз обсудите ремонт посмотрите пошагово как он происходил вот и в общем вы этим очень сильно помогаете мне жить и работать и творить и создавать и развивать мой канал так что всем спасибо ребят я вас целую обнимаю больше смотрите подписывайтесь и больше комментировать с вами была марина мурлок всем счастливо пока пока не знаю нам сейчас сам отключится сейчас он сам отключится со сам и буду я сейчас заливать видосики потому что я вчера ничего не зима толку что не застил